Экологическая бомба замедленного действия. В городской черте, курортной Одессы, нелегальный полигон стройматериалов и бытового мусора. Местные жители уже устали писать жалобы в различные инстанции и пожаловались на бездействие городских чиновникам-журналистам. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. Так называемые поля орошения на окраине Одессы, пустырь площадью 15 гектаров. Эти болотистые земли, по идее, должны работать как естественный биологический фильтр, очищать сточные воды. Но сейчас они выглядят вот так. Повсюду горы строительного мусора. Сюда его нелегально свозят грузовиками. Тонны земли в перемешку с бытовыми отходами выдавливают грунтовые воды в расположенные рядом с полями жилой район. Результат – потопленные подвалы и подворья. То есть сообщающиеся сосуды. Если там почвы становится больше, она вытесняет воду, вода поднимается здесь, соответственно. Сырость плеси на стенах в огороде теперь растет один камыш. Татьяна Кардашенко показывает, как нелегальная свалка превратила ее жизнь в сущий ад. Смотрите, видите, это можно тут жить людям, детям. У соседки, Алены Ивановой, еще хуже. Вода стоит и во дворе, и в гараже, и прямо в доме. Точно так же вот там вот, везде по домам вот так купаться можно, ванну принимать. И вот рушится он весь по периметру, все сыпется. Вот кадры, снятые два месяца назад. Водители, не стесняясь, выгружают строительный мусор на полигон до 300 машин в сутки. Тогда, после скандала, грузовики на время исчезли, но теперь, говорят люди, появились снова. Они днем прекращают, чтобы их не было видно, они по ночам работают. Как все-то утрясется, опять начнется вся эта счастье. Жители частного сектора возмущаются, неужели нет управы на нерадивых коммерсантов. Чиновники из экологической инспекции говорят, постоянно фиксируют эти нарушения, составляют акты, письма направлены в полицию, прокуратуру. А ответственность, мол, в первую очередь несет Суворовская райадминистрация Одессы, на территории которой расположен участок. Местные органы самоуправления, к которым мы тоже обращались, согласно закону про отходы, они должны были принять меры. Однако в Одесской мэрии сообщили, с нелегальными перевозчиками мусора борются как могут, но за всеми, дескать, не уследишь. Расписавшись в собственном бессилии, подопечные мэра Труханова предложили оригинальное решение разбить на этой территории парк, чтобы никому и в голову не пришло сбрасывать здесь отходы. Но и чиновникам, и горожанам очевидно, на рекультивацию этой территории уйдет не один год, а груды мусора с каждым днем становятся все больше. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интера.